МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Информационный марафон стартует на Интере, как всегда, по пятницам. Для вас работает Алексей Лихман. В этот вечер у нас будет насыщенным, длинным. В 21.00 встречаемся в черном зеркале, напоминаю. Ну а пока подробности этой пятницы. И вот о чем говорим в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Министр в пушку". Читает ли глава МВД частную переписку украинцев? Расследование спустя рукава. Кого и в чем обвиняют адвокаты семьи Олеся Бузины? Смертельный контрафакт. В Прикарпатье нашли поддельные лекарства на миллионы. Протестный привал. Львовские атошники продолжают брать измором мэрию. Нешуточный скандал разгорается в украинском сегменте интернета. Пользователям дали понять, за ними может следить большой брат. Волну протеста вызвало неосторожное заявление главы МВД, из которого многие сделали вывод. Правоохранители читают частную переписку. Насколько масштабно шпионят за украинцами и кто, скорее всего, уже под слежкой, Татьяна Винникова выясняла. Мы внимательно смотрим, у нас есть гиперполиция, которая смотрит, как это появляется. Эти все вещи идут, главные мессенджи, идут из Российской Федерации, специально профессиональных сайтов. Мы дадим эту информацию в ближайшие дни. Это слова главы МВД Арсена Авакова о том, что киберполиция отслеживает всех, кто критикует его идеи о презумпции правоты полицейского в соцсетях. Мол, он знает это пользователи с российскими IP-адресами. И скоро это докажет. В соцсетях сразу поднялась волна возмущения. Пользователи против слежки за теми, кто посмел критиковать новации МВД и властей. Сотни комментариев и тысячи перепостов. Эксперты говорят, слежка в сети это охота на ведьм и нарушение свободы слова. А для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и отслеживания IP-адресов пользователей, должны быть веские законные основания. Если кто-то, пользуясь правом свободы слова, призывает, например, к войне, призывает к сепаратизму, призывает к межнациональной розни, призывает к геноциду либо другим деструктивным действиям, в результате которых могут пострадать люди, только тогда имеет возможность находить IP-адреса, отслеживать почту, делать все, что возможно для предотвращения возможного преступления. Все другие действия, которые не зафиксированы, являются противозаконными. Это четкое нарушение правил свободы слова в Украине. Департамент киберполиции при МВД сформировали в ноябре прошлого года. Кого успели отследить за это время, подслушать, изучить и прочитать? И имели ли на это право? Эксперты говорят, заявление Авакова о слежке в сети должно заинтересовать силовиков. Тут больше действий должно быть Генеральной прокуратуры по защите интересов граждан и по проверке того, что происходит. А вот юристы считают, киберкопы те же полицейские, а значит негласные следственные действия они могут проводить только после получения специального судебного решения. Когда мы говорим о доступе к приватной информации, к которой относятся IP-адреса, контент, который ты загружаешь, переписку и тому подобные вещи, эти действия, это подразделение полиции может делать только с санкцией следственного судей. Общество должно контролировать полицию с тем, чтобы полиция делала все по закону. В итоге сегодня днем на фейсбук страницы киберполиции появился пост. В нем информацию о слежке в сети, о чем заявлял сам глава МВД, называют, цитирую, обычным вбросом и фейком. А на все возмущенные вопросы людей со ссылками на пресс-конференцию Авакова пишут, цитирую, министр не делал таких заявлений относительно киберполиции. Больше комментировать этот бред мы не будем. Конец цитаты. Татьяна Авинникова, Иван Ермаков, подробности, телеканал Интер. Ну уже менее чем через час на черном зеркале обсудим с вами еще один громкий скандал, спровоцированный заявлениями высших чинов МВД. Расширение полномочий полиции. Готова ли страна к построению полицейского государства? И многие ли из нас хотят вначале подчиняться, ну а потом обжаловать? Разберемся с политиками и экспертами черного зеркала. Дождитесь старт 21.00. Дело Олеся Бузины. Адвокат семьи погибшего утверждает, последние месяцы никаких экспертиз ДНК подозреваемых не проводили. Так ли это? Разбирались наши журналисты. Не волнуйтесь, мы ждем результаты. Такой ответ мама погибшего Олеся Бузины слышала от следователя по делу трижды за последние два месяца. В конце концов не выдержала, поехала в лабораторию сама. Очень хорошо, что я не поехала одна, потому что я просто не выехала. Я была шокована. Для меня это был ужас, когда я узнала, что действительно эти результаты находятся в них на сбережении, но никто им не дал команду, чтобы делать анализы. Еще 12 июля этого года у подозреваемых в деле об убийстве журналиста, Дениса Полищука и Андрея Медведько, повторно взяли анализы ДНК. Их адвокат тогда заявил, сотрудники отряда специального назначения МВД «Корт» избили его подзащитных при попытке взять у них эти биологические пробы. Видеоинциденты опубликовали в сети. Прошло два с половиной месяца. Вот что рассказывает адвокат мамы Бузины. В протяжении двух месяцев прокуратура вместе с генеральным прокурором утверждали, что по делу проводится экспертиза ДНК и по ее результатам дело немедленно будет направлено в суд. Мы проверили данное проведение экспертизы непосредственно в экспертном учреждении. Как следует из пояснений руководства следовательской экспертизы, документов о проведении этого следственного действия в бюро СМЭ нет. Как мы видим, экспертиза ДНК не проводится вообще. Мы также звонили в это клиническое бюро, но сегодня там ответить некому. Я даже не знаю, что вам подсказать. Ну, может быть, руководитель ваш или его зам. Но на сегодняшний день у нас есть ТБО, которое увидят Жене. Звоните в понедельник. Ответить на следующей неделе обещали и в генпрокуратуре. Мы отправили туда запрос с просьбой прокомментировать информацию адвоката. Ждем ответа. Мама Олеся Бузины говорит, она и дальше будет оббивать пороги всех ведомств, пока не узнает всю правду о том, кто виноват в смерти сына. Я буду это делать, потому что мне болит. Мне болит. И, наконец, должно было болеть не только мне. Не только мне, потому что почти каждый день только слышишь, там убили, оно там убили. Да что же это такое? Да что же это такое? Да за что? За что в демократичной стране? За что? Напомню, Олеся Бузину застрелили у подъезда собственного дома 16 апреля прошлого года. В убийстве подозревают Андрея Медведька и Дениса Полищука. Их задержали спустя два месяца. В СИЗО они просидели полгода. И в декабре с начала Полищука, а в канун Нового года и Медведька отпустили под домашний арест. Ольга Теребинская, Руслан Смещук, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Результаты аттестации полицейских по всей Украине огласят в понедельник, 3 октября. Об этом на своей странице в фейсбуке заявила глава нацполиции Хатия Деканаидзе. Однако не уточнила, обнародуют ли фамилии тех, кто прошел аттестацию или провалил ее, либо же ограничатся только сухими цифрами. Также Деканаидзе сообщила, что МВД выиграла суд у профсоюза сотрудников органов внутренних дел. Он требовал признать приказ о проведении аттестации незаконным и аннулировать все решения аттестационных комиссий. На следующей неделе специализированная антикоррупционная прокуратура вызовет на допрос Арсена Авакова. Об этом сообщил руководитель ведомства Назар Холодницкий. Накануне министр внутренних дел на своей странице в фейсбуке выложил несколько листов, по его словам, оригиналов черной бухгалтерии партии регионов и пообещал передать обнаруженные в МВД документы в антикоррупционное бюро. По словам Холодницкого, у Авакова хотят узнать, где он берет эти бумаги, почему выдает их на гора дозированно и рассказывает об этом публично, а не направляет непосредственно в НАБУ. Я же хочу запитаться, что это все, что это не все. То через месяц уже Герашенко передает все три Аркуса. Потом еще будем шукать, кто еще захочет передать. Как министр внутренних дел правоохранения, нужно просто будет сделать сопротивленный листом и не делать пиар-компанию. Многомиллионные махинации на строительстве жилья для военных разоблачило СБУ в Днепропетровской области. В прошлом году две частные компании выиграли тендер на возведение многоквартирного дома и получили на это из госбюджета более 21 миллиона гривен. За эти деньги они должны были обеспечить жильем военных в городе Каменское. Но вместо строительства нового здания делки выкупили старый долгострой и выдали там квартиры. Экспертиза установила, что жилье не соответствует элементарным строительным нормам, а реальная стоимость одного метра свыше 10 тысяч гривен, хотя на самом деле около 7. Во время обысков у подозреваемых нашли документы, которые подтверждают махинации с бюджетными деньгами. Реально офицеры получили смотровые ордера. И на сегодняшний момент никаких документов, которые бы давали возможность офицеру оформить право собственности на жилье, даже сделать ее там служебную, платить коммунальные платежи, не может быть речи, потому что оно не запущено еще в действии, этот дом не принят в эксплуатацию. На Прикарпатье раскрыли подпольный цех по производству фальсифицированных лекарств. Изъяли огромное количество поддельных медикаментов. Среди препаратов наиболее популярные марки. Кто стоит за производством и как долго делки травили людей, смотрите в нашем сюжете. Сотни коробок и бочек с таблетками, капсулами, упаковочные материалы, голограммные наклейки самых известных фармацевтических торговых марок. Фальсификат из подпольных цехов правоохранители изымают уже несколько часов подряд. Это препараты различного рода, как сердцево-судильный, так и от шнуково-кишечного тракта, от тиска, ну любые препараты. Есть препараты, тысячи упаковок препаратов, которые в аптеке стоят 50-60 гривен. Это уже надзвучайно великий суд. Все эти поддельные лекарства изготовляли и фасовали в заброшенных фермах бывшего колхоза в селе Гончаров. Работали не местные, людей завозили из других областей. Кто руководил всем этим, пока неизвестно. Когда нагрянули правоохранители, их встретил лишь один человек. Местные жители до сих пор не могут поверить, что здесь могли производить поддельные лекарства. Думали, это просто свиноферма. Ее владелец постоянно помогал селу деньгами. В поселковом совете рассказывают, помещение старого колхоза арендовали под ферму еще 7 лет назад. Никого из местных туда не пускали. Арендатора поселковой голова никогда не видел. Но под документом это женщина из Колубского района. Сколько и в какие аптечные сети поставляли поддельные лекарства, это теперь выясняет госслужба по лекарственным средствам. Есть такие предпочтения, как я слышала, что это был вахтовым методом, работники заезжали не из нашей области. Это можно предпустить, что этот весь товар ишел за межи области. Сейчас все изъятые препараты на складе. Местных экспертов к ним не подпустили. Не доверили им и отбор образцов для анализа. Працовниками следственного управления будут выключены изразки этих препаратов, три этих назв, я даже не знаю, как это называть. И будут направлены в Киев, в государственную службу, и последующему полноважной лаборатории, которая будет проводить анализ. Почему операция такая таинственная? Действительно ли те образцы, которые были изъяты на ферме, будут направлены на экспертизу? Задержаны ли уже злоумышленники? И, конечно же, как столько лет могли функционировать такие цеха? И действительно ли правоохранительные органы об этом не знали? Все эти вопросы мы хотели задать правоохранителям, но в комментариях нам отказали. Ирина Романова, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, подробности, Телеканал Интер. В Харькове неизвестные бросили гранату в здание аптеки. Произошло это около половины первого ночи в жилом массиве Салтовка. Взрывной волной выбило окна. Чудом никто не пострадал. Аптека находится буквально в 10 метрах от 9-ти этажки. Рядом расположены магазины. Весь день на месте работали взрывотехники. Что это было за гранатов, полиции пока не сообщают. В Черновицкой области погорел на взятке лесничий одного из лесхозов. Чиновник обещал местному предпринимателю за 50 тысяч гривен свободный вывоз кругляка высокого качества. Деньги получал дважды, по 25 тысяч. Поймали чиновника во время передачи второй части. Причем принесли эти деньги прямо в его рабочий кабинет. Незаконная схема работала просто. По документам кругляк проходил, как обычные лесоматериалы. Но на самом деле это был элитный дуб. Сейчас чиновник задержан, ему избирают меру пресечения. Спасение украинской промышленности. О новом курсе Кабмина сегодня рассказал его глава. Владимир Гройсман посетил Львовскую область, где принял участие в открытии нового завода и выяснил на месте главные проблемы региона. Материал наших корреспондентов. Сегодня жителям из села Малехов, которые вот уже несколько месяцев требуют закрыть грибовскую свалку, премьер не встречался. Но о самой проблеме говорил, мол, это зона ответственности городских властей. Тем более, что деньги для этого есть. На депозитных ракунках местного самовырядувания края находится, уважаемо, 10 миллиардов гривен. Эти 10 миллиардов гривен каждая міськая рада, каждая громада має направить на то, чтобы вырешивать самые актуальные проблемы. Берите их и використовуйте. Берите и модернизуйте инфраструктуру. Вырешивайте вопросы водоканалов, полигонів. В село Подрясное Владимир Гройсман приехал запустить новый завод по производству кабелей. До конца года здесь обещают обеспечить работой более 3 тысяч человек. Глава правительства говорит, развитие украинской промышленности в приоритете. Даже обещает создать комитет по возрождению промышленности, который займется поиском рынков сбыта за границей. Промысловость Украины сегодня покинута на Узбичье, и она потребует уваги украинской влады. И очень важно, чтобы мы не просто зерно продавали за кордон, миллионами тонн, а очень важно, чтобы мы продавали продукцию, которая переробляется в Украине. Еще одно важное направление для Кабмина, по словам премьера, дороги. Гройсман отметил качество покрытия трассы Львов-Самбор-Ушгород и заявил, если в этом году на ремонт дорог во Львовской области выделили более 2 миллиардов гривен, то в следующем сумма увеличится вдвое. После обеда премьер встретился с участниками Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Глава правительства поблагодарил спортсменов за результат 117 медалей и даже немного побоксировал. А золотой призер Олимпиады Андрей Демчук попросил Гройсмана помочь построить базу для тренировок паралимпийцев. Премьер обещал посодействовать, а министр молодежи и спорта обнадежил спортсменов, заявив, что победители следующей пары Олимпиады получат такие же премиальные, как и участники Олимпийской сборной. Елена Митясова, Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интер, Львовская область. Тем временем во Львове, в самом центре, возле ратуши, уже вторую неделю живут участники боевых действий. Их главные требования напомнит и расскажет, какая ситуация на этот момент. Галина Якушко, она с нами на связи. Галя, я приветствую. Мы тебя слушаем. Алексей, сейчас под Львовской мэрией 9 палаток, в которых люди несут круглосуточное дежурство. Территорию отцепили черными плакатами, под здание принесли десяток шин, обустроились основательно и, видимо, надолго. Разбили палаточный городок, привезли полевую кухню. Каждый день подвозят продукты и воду. На акции участники боевых действий вышли, чтобы требовать положенную по закону землю. Дошли, мабуть, до спільной думки с міською владою. Мы спільно с нашими юристами зараз начали, уже с сегодняшнего дня, начали працювати над тем, чтобы решить вопросы над механизмом. Пока карты не будем открывать, пока еще ничего не готово. Пока не на працюет механизм, пока будем стоять. Отошники говорят, что все, что им предлагают, просто насмешка. Например, участки на Личаковском кладбище. Есть еще вариант – квартиры в новом доме. Достроить его обещали еще в мае, но пока выгнали только 4 этажа из 6. По плану здесь должно быть около 200 квартир. Но это в далекой перспективе, если дом вообще когда-нибудь сдадут. Да и проблемы это не решит. Ведь отошников во Львове в 10 раз больше. Что же касается земли, то местные власти выделили в области свыше 600 участков. В самом же городе даже не собирались. Земля здесь дорогая, и ее лучше продавать, а не отдавать даром. Межи города и население города очень сильно живут. И поэтому диленты, те, что еще есть в городе, их продаж с аукциона набагато удобнее, для того, чтобы вкладывать деньги в инфраструктуру, в ремонт дошкольных учебных, в общественных учебных 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 учебных, потому что это за дороги на что до их выделения. Уходить из-под здания Львовской мэрии Атошники пока не собираются Говорят, будут ждать до тех пор, пока не получат кровью заслуженную землю Алексей? Спасибо, коллега Галина Якушко была с нами на связи из Львова На грани выживания в таком режиме уже третий год подряд Существуют жители сел на линии соприкосновения В Песках их осталось всего 12 На что рассчитывают люди и как сами себя спасают Материал Ирины Баглай Один год он в землю ушел Тихо, близко не подходим уже, там оловка Неразорвавшийся снаряд ствольной артиллерии наемников Обнаружил в огороде Александр показывает украинским солдатам И таких опасных находок во дворах немало Хотя пушки боевиков здесь не слышали уже две недели Но к этой тишине местные жители все никак не привыкнут Тяжело учить, страшно очень было Ну как-то оно привыкли уже, я не знаю Уже как-то не стреляют и не спишь Начинают стрелять, засыпаешь, как колыбельная Их в Песках осталось 12 Те, кто с начала войны не покидал свои дома, не на день И сегодня боятся выходить дальше ворот А вот ближе к передовой местных не встретишь Здесь до сих пор неспокойно Газоснабжения нет Везет лишь тем, у кого хватает денег на заправку газовых баллонов 530 рублей 530, не хотел? Без газа спасаются дровами Под топор идет все, что под руку попадется Ну вот пилим, нет, забор будем разбирать Ждем, помощь может угля привезут В том году привозили О представителях власти здесь и не вспоминают В разбитые пески, кроме украинских солдат и волонтеров Никто не рискует ехать Все было, собрал Накрыл крышу, разбило все Без газа, воды и света, как в средневековье, запасаются свечами И воюют с новым врагом, грызунами Вот, косура стоит, чтобы мыши, крысы не похавали Ну, вы знаете Сейчас крыс валом Вот на веревочку положил, опустил что-то Там колодец, как холодильник А вот чего вдоволь, говорят, так это продуктов Международные гуманитарные миссии помогают И украинские солдаты не забывают Здесь уже привыкли жить по-соседски А у военных уже настроение праздничное Дембельское Делятся планами Я захожу в хату Кроме жителей Все на улице Ну, семья Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей Из Донецкой области Подробности, телеканал Интер Играть в поддавки с боевиками больше нельзя Так считает представитель Украины на минских переговорах Леонид Кучма Он заявляет, что боевики на Донбассе не выполняют условия недавних договоренностей в Минске И демонстрирует там свою неспособность договариваться Также добавил, необходимо донести эту информацию лидерам Германии и Франции Нам ничего не залишается Как в середине, в Минск Поставите вопрос середину, хлопцы Чи давайте мы скажем, что мы не здатны, так сказать Вирішить такие проблемы, так сказать Чи? Все Подивимся Скорейшему выполнению минских соглашений обеими сторонами призвали президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель Они по телефону обсудили ситуацию на Донбассе Как сообщают в пресс-службе Белого дома Лидеры стран подчеркнули необходимость прекратить огонь Начать разведение сторон вдоль линии соприкосновения И предоставить международным наблюдателям беспрепятственный доступ ко всей зоне конфликта Также Обама и Меркель обсудили ситуацию в Сирии В частности, авиаудары России и правительственных войск в Алеппо И заявили, ответственность за прекращение боевых действий И предоставление доступа гумпомощи ООН Несет Москва и сирийский режим Сегодня мир прощался с Шимоном Пересом Девятый президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Его политическая карьера длилась более 70 лет О том, как Израиль провожал в последний путь лидера София Гордиенко По еврейским традициям хоронить полагается до захода солнца Но чтобы провести в последний путь человека такого масштаба Церемонию перенесли на три дня Лауреат Нобелевской премии мира Человек, который в начале своей карьеры сделал все, чтобы Израиль сумел отгородиться от соседей И приобрел боевую и ядерную мощь А после стал налаживать мосты и искать с соседями компромиссы На горе Герцля, в мемориальном кладбище Израиля, находят покой самые выдающиеся сыновья и дочери страны Солдаты, погибшие за родину, и руководители государства Сегодня это место стало центром встречи политической элиты мира 90 официальных делегаций Президенты нынешние Барак Обама, Франсуа Аланд, Даля Грибаускайта, Петр Порошенко и бывшие В частности, Билл Клинтон и Франсуа Саркази приехали отдать последнюю дань человеку, которого называли большим мечтателем Дочь Цвия Вальден не могла сдержать слез Он прожил долгую и счастливую жизнь И все эти годы был очень любящим человеком Он любил свою семью, народ Израиля, любил государство Израиль Он обожал жизнь Когда тело было предано земле, дети, как полагается, прочли над могилой Кадиш Главную еврейскую молитву Большинство присутствующих называли его своим другом Билл Клинтон знал пересет четверть века Именно при нем на лужайке Белого дома была подписана декларация о принципах Палестино-Израильского мирного соглашения Во время торжеств он в первом ряду с семьей друга Вначале это было сотрудничество, а потом дружба с тем, к кому можно было прислушаться И с кем можно посмеяться Критики называли его наивным оптимистом-мечтателем Они ошибались только по части наивности Его чувство справедливости, анализ израильской безопасности Наводил его на мысль, что израильская идея будет лучшим образом защищена Если палестинцы получат собственное государство Конечно, мы все знаем, что эта его мечта до конца не была воплощена в жизнь После разговоров о мире, мира на Ближнем Востоке не случилось Но маленькое чудо произошло Вот это, казалось бы, формальное рукопожатие лидера палестинского государства И премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху На вежливое спасибо, что приехали Махмуд Аббас соседу не отвечает, только кивает Но с Сарой Нетаньяху, супругой премьера, он куда теплей Я так рада видеть вас, буду счастлива увидеть вас в моем доме Да, давно не виделись Спасибо, что приехали Это видео уже облетело весь мир Ведь лидеры Палестины и Израиля в последний раз встречались в 2010 году Шимон Перес, говорят, был бы очень доволен Он считал, что даже такие маленькие шаги навстречу пусть не дружбе, но разговору это уже успех А израильтяне могут своего большого мечтателя запомнить, наверное, таким, каким он снялся в юмористическом ролике после своей отставки В 81 год, где смешно и доступно рассказал о всем своем пути Господин президент, вы уже собрали свои вещи? Я работаю над этим Хорошо, вы уже решили, что будете делать дальше? Над этим тоже работаю Шимон Перес, отец-основатель государства Израиль, умел работать над воплощением мечты и умел воодушевлять других Как великий человек и настоящий еврей, он обладал отличным чувством юмора Именно поэтому с такой легкостью заводил друзей И именно потому стремился к дружбе, в том числе и с соседями на Ближнем Востоке Хоть это понимали и принимали не все София Гордиенко, подробности, телеканал Интер Во время визита в Израиль президент Украины обсудил с премьер-министром Нидерландов вопрос ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС Порошенко и Рютте договорились скоординировать усилия для ускорения решения вопроса Ранее премьер-министр Нидерландов неоднократно подчеркивал, что его правительство не ратифицирует соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом Ссылаясь на результаты референдума Напомню, согласно нормам ЕС, для заключения соглашения об ассоциации с любой страной его должны ратифицировать правительства всех стран-участниц Союза Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска Скрыть нажитое непосильным трудом Депутаты и дальше пытаются засекретить свои доходы Ворон ворону глаз не выклюет Как коллеги уводят от наказания римненского хирурга, допустившего смерть ребенка Секретные материалы Лидер фракции БПП Игорь Грынев вчера зарегистрировал законопроект, в котором предлагает ограничить доступ к информации об имуществе чиновников и наличии у них денег Открытая информация будет только для служебного пользования и НАБУ, а вот для журналистов и всех желающих увидеть, сколько зарабатывает чиновник и чем владеет, нет Таким образом, считает Грынев, можно уберечь данные из электронных деклараций от политических спекуляций Кроме того, Нарде предлагает отменить уголовную ответственность за ошибки при составлении документа Напомню ранее, в Народном фронте вообще пытались изменить систему электронного декларирования Депутат-фронтовик Татьяна Донец предлагала своим законопроектам предоставлять данные об имуществе только по запросу нацагентства по предотвращению коррупции Ее поправки предусматривали и целый ряд других поблажек для декларантов Но спустя некоторое время Народный фронт открестился от поправок коллеги по партии Федерация профсоюзов Украины обещает развернуть всеукраинскую акцию протеста Если Кабмин после повышения тарифов на ЖКХ не поднимет социальные стандарты, зарплаты и пенсии Акция запланирована уже на 20 октября Сегодня же в Федерации профсоюзов избирали своего представителя Верховную Раду Им стал нардеп Сергей Каплин Напередодня опалювального сезона для меня и руководства Федерации Ключевыми питаниями будут питания тарифов, питания сместа и социальной ориентованности бюджета Який запропонував, честного бюджета, який запропонував уряд Гройсмана Мы будем обговорювать и принимать решения о больших акций протестов и страйков И я уверен, что именно в этот способ мы добьемся порядка в стране и защиту интересов политических граждан Свои изменения в проект ДУЗ бюджета на следующий год подготовили в оппозиционном блоке Политики уверяют, их предложения увеличат доходную часть сметы почти на 80 миллиардов гривен Эти деньги предлагают направить на повышение зарплаты пенсии, а также на финансовую поддержку регионов Внесенный правительством проект бюджета в оппозиционном блоке называют антисоциальным И считают необходимым пересмотреть макрофинансовые прогнозы и сократить необоснованные расходы В Одессе продолжается скандал вокруг задержания лидера местной ячейки оппозиционного блока Александра Орлова Напомню, вчера он вышел из-под стражи после того, как был внесен залог чуть больше 8 миллионов гривен Как развивались события сегодня? Репортаж наших корреспондентов После выхода из СИЗО сегодня утром Александр Орлов снова в прокуратуре Оппозиционер рассказывает, вчера уже после внесения залога его допросили и объявили о подозрении еще по одной статье На этот раз препятствование проведению митинга с применением насилия Цель только одна Оказать на меня психологическое давление Опять лишить свободы Мне предлагают дать показания Причем придумать показания на других людей Причем угрожают увезти в другой город Там проводить расследование и так далее Речь все о тех же событиях 19 февраля 2014 года Орлова подозревают в организации массовых беспорядков возле обладминистрации Тогда он был вице-губернатором По словам политика, подозрение, как и раньше, строится на показаниях одного свидетеля О том, что я якобы ему позвонил и сказал разместить каких-то неустановленных людей в санатории Все, после предложения давайте допросим и устроим мощную ставку с этим свидетелем Может он ошибся, мне ответа нет То есть этого свидетеля как бы нет В прокуратуре Орлову разъяснили условия освобождения под залог и сказали ждать суда Ведомство просит суд изменить меру пресечения оппозиционеру с учетом уже новой статьи Вся одесская команда оппозиционного блока считает, что это политические репрессии Что мишень основная не Александр Орлов, а Николай Скорик То, что за этим всем стоят нападки на оппозиционера Николая Скорика Полагает и бывший прокурор Одесской области Николай Стоянов Говорит, два с половиной года события 19 февраля должным образом не расследовали И вдруг такой резонанс Я считаю, что это наезд грубый на демократию, на права и свободы То есть если ты инакомыслящий, если ты не мыслишь как ненечное руководство Уже ты становишься их врагом, ты уже будешь их сепаратистом, кем угодно Только по одной лишь причине, что ты не такой, как они Судебное заседание об избрании новой меры пресечения Александру Орлову состоится предположительно уже на следующей неделе Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности телеканал Интерн, Одесса Свое 25-летие сегодня отметило политическое движение «Свобода», в связи с чем партия провела съезд в Киеве Организационные решения на юбилейном съезде не принимали Вместо этого, вероятно, в предвкушении перевыборов, о неизбежности которых многие уже заявляют Предложили украинскому политику кодекс чести В нем свободовцы призывают коллег придерживаться предвыборных обещаний и не менять политические вывески Новый поворот в наш умевшем деле ривненского хирурга, на смене которого умер пятилетний мальчик Комиссия, состоящая из экспертов Минздрава, заключила Помощь ребенку предоставлялась некачественная, но мальчик все равно бы умер Выводы комиссии подняли волну негодования в городе Люди возмущены, мол, таким выводом чиновники Минздрава дают врачам право не спасать С подробностями Инна Белецкая Это Колина сестричка Машенька Когда Коля внезапно умер в больнице, ей было всего два месяца Девочка уже бегает и очень похожа на братика А это Колин старший брат, восьмиклассник Богдан Он до сих пор не пришел в себя после трагедии Вот уже два дня, семья в ужасе, третья экспертиза и шокирующие выводы Дуже цинично оно так все звучит С одной стороны, они выясняют, что допомога надавалась не качественно А с другой стороны, выясняют, что при условии наданной качественной допомоги Детина все равно помер То есть, допомога надавалась не качественно Но лекарь, если дитина хвора, он может не надаваться ей допомоги Коли медики признали тяжелобольным, мол, он страдал тяжелой формой болезни Крона Главный симптом которой кровавая диарея и был обречен Но ребенок ни на что не жаловался, говорят его родные Никаких симптомов болезни Крона у него не было Коли стало плохо вечером 2 ноября прошлого года Заболел живот, поднялась температура Скорая увезла мальчика в больницу с подозрением на аппендицит Дежурный доктор сначала отказался спуститься в приемное отделение, чтобы осмотреть ребенка А потом назначил укол димедрола и аналгина А также уксусное обтирание Температура не падала, мальчик просил пить, но ему запрещали Значение пациенту доктор делал не выходя из ординаторской Около 7 утра ребенку сделали укол ножпы Мальчику стало хуже В отделении плановой хирургии его даже не пытались реанимировать Коля умер к концу смены врача По смертной эпикризе написали ОРВИ Врача уволен с работы, в полиции открыли уголовное производство Столичная экспертная комиссия, уже третья в деле Причина суткового связка между действиями лекаря в данном случае И тяжкими наследками не выявлено Тобто, имеются в виду остальные два абзаца экспертизы В том, что дитина умерла бы и так Незалежно, надавалась бы ему качественная медичная помощь, а не надавалась Адвокат с такими выводами не согласен Ривненской полиции решили, необходима еще одна экспертиза Место проведения экспертизы и специалистов, которых к ней привлекут Ривненские полицейские намерены держать в тайне И на камеру говорят, чтобы исключить влияние на экспертов Врач, который предпочитал спать, а не спасать угасающую жизнь ребенка Из медицинской династии Именно его отец назначил сына заводделением Когда в свое время был главачом детской областной больницы Мать хирурга тогда была замначальника областного управления здравоохранения Врач своей вины не признает Более того, пытается через суд возобновиться на работе Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривне В Германии на границе с Австрией задержали машину с холодным оружием, взрывчатыми веществами и наркотиками За рулем был водитель из Польши, а в салоне трое африканцев из Кот-Дивуара и Гвиннеи Все они задержаны Другие обстоятельства стражи порядка пока не разглашают Известно только, что на пропускной пункт Киферфельден пришлось вызвать усиленные отряды полиции Машина с польскими номерами была напичкана деталями для изготовления взрывных устройств В салоне нашли также много холодного оружия и мобильных телефонов На данный момент удалось выяснить, что водитель поляк пытался нелегально перевезти африканцев на территорию Германии В Турции закрыли 12 телеканалов и 20 радиостанций по подозрению в угрозе нацбезопасности Обвиняют СМИ в связях с курдскими боевиками Среди закрытых телеканалов оказался один детский Каким образом он освещал террористическую пропаганду, власти не уточняют Напомню, с 20 июля в Турции действует режим чрезвычайного положения Его ввели после неудавшегося государственного переворота За это время по всей стране арестовали десятки тысяч человек, которых подозревают в организации мятежа Такой дорогой, что по карману только заморским богачам Это о Лондоне, где цены на недвижимость вышли из-под контроля и растут из-за непомерного спроса И вот сам мэр британской столицы лично взялся выяснять, что за таинственные владельцы скупают дома Оксана Кундеренко изучала спрос и предложения Башня Святого Георгия Это уникальное расположение в самом сердце Туманного Альбиона Это вид на Темзу Квартиры с современными планировками Квадратные метры втрое дороже, чем где-либо в Лондоне И таинственные соседи, которых вы можете никогда и не встретить Недаром второе название небоскреба Дом с привидениями Журналисты провели расследование и выяснили, что половина квартир здесь куплена через офшоры А владельцы сплошь заграничные богачи Российский миллиардер Андрей Гуриев Тергийский производитель водки Шаршенбек Абдекеримов Бывший негрийский министр Эбитими Баниго Они и не живут-то здесь, просто деньги вложили В моих планах все новостройки Лондона сделать доступными и заселить Застройщики будут обязаны продавать как минимум половину площадей тем, кто покупает свое первое жилье Под давлением прессы и общественности лондонский мэр Садик Хан пообещал выяснить происхождение средств, на которые совершают такие дорогие покупки Британские чиновники после публикации панамского досье обещают усилить борьбу с коррупцией и тщательно отслеживать финансовые потоки Мой бюджет полмиллиона, думаю, одной спальни будет достаточно, у меня еще немного денег по сравнению с другими Не мудрено, что жилье в Лондоне скупают в основном приезжие Оно по умолчанию элитарно из-за непомерных цен Их рост не останавливает даже Брекзит Лондон уникальный рынок, входит в пятерку мировых Здесь покупателей давно заменили инвесторы, которые хранят деньги в тихой гавани Обычным гражданам Великобритании не хватает денег даже на первый взнос по ипотеке Многим попросту не выдают кредиты Оттого и претензии к правительству Но рынок недвижимости сам диктует цены И пока есть спрос, падать они не будут А домов с привидениями может стать еще больше Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин Подробности Британское бюро телеканала Интер Где мафиози прятали картины Ван Гога? И почему завершилась миссия космического аппарата Розетта? Об этом и не только в нашем обзоре Шедевры Ван Гога нашли через 14 лет после похищения В Неаполе во время рейда итальянской полиции Обнаружены полотна Видноморио с Хевеннингена И выход из протестантской церкви Нью Эннени Холсты в хорошем состоянии, несмотря на то, что в свое время их содрали срам Полотна исчезли из музея в Амстердаме еще в 2002 Через два года воров нашли, однако картин у них не было Суммарную стоимость находки оценивают в 30 миллионов долларов Застряли на американских горках На золотом побережье Австралии Из-за срабатывания систем безопасности Остановился любимый аттракцион молодежи Отдыхающих эвакуировали Но один из вагончиков завис на высоте 30 метров Подростки ждали два часа, пока до них добрались сотрудники служб безопасности парка В это время австралийский новостной телеканал Направил на место происшествия вертолет с телекамерами Ребята нисколько не испугались Радостно приветствовали журналистов и передавали привет своим друзьям Прощаемся с Розеттой Миссия космического аппарата завершилась И скоро он полностью прекратит радиосообщение с Землей Розетта следовала за кометой Чурюмова-Герасименко На протяжении 6 миллиардов километров Постепенно аппарат отдалялся от Солнца И энергии, производимой его солнечными батареями Уже не хватало для полноценной работы Поэтому сегодня зонд совершил управляемое столкновение с кометой Красочное озеро в Китае Часть соляного озера Яньху Которое еще называют китайским мертвым морем Стало ярко-малинового цвета Все из-за водорослей Дуналиэла Салина Слишком большое количество их приводит к окрашиванию воды Местные жители утверждают, что это происходит с озером каждый год Но сейчас цвет изменил не весь водоем, а только одна его часть Почему так произошло, ученым только предстоит узнать Первый в мире электросамолет прошел успешное испытание в Германии Им управляли два пилота Машина развивает скорость 165 км в час Используя водород для генерации электричества прямо во время полета Немецкие авиаинженеры, создатели самолета утверждают, что он способен преодолеть расстояние в 1500 км Аккумуляторы же нужны исключительно во время взлета и посадки Все с подробностями на сегодня Небольшой перерыв в нашем информационном вечере Уже совсем скоро встречаемся с вами в ток-шоу «Черное зеркало» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова